Финал громкого уголовного дела о гибели четырех детей в Юрианском районном суде сегодня вынесли приговор Зинаиде Казаковой. Вердикт удивил общественность. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвичи». Меня зовут Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Проверить уровень сахара в крови, обследовать сердце и даже пройти тест на тревожность. В Кирове открылись мобильные центры здоровья. Пьешь? Отдай машину государству. За пьяное ДТП предложили конфисковывать машины. С инициативой выступили депутаты Башкирии. Действенная ли мера? Спросим у экспертов. Прием заявлений в первый класс уже скоро. В правительстве региона назвали сроки для кировчан и жителей области. О высоком, красивом и личном. В Киров приехал известный историк моды Александр Васильев. Привез выставку эксклюзивных костюмов и вынес модный приговор нашей съемочной группе. В Юрианском районном суде сегодня огласили приговор по резонансному делу о гибели четырех детей. Трагедия произошла в деревне Лашкари 30 октября прошлого года. Обвиняемая 24-летняя Зинаида Казакова. По версии следствия, она ушла к подруге отдыхать и оставила четырех своих детей одних дома. Квартира вспыхнула. Все четверо малышей от восьми месяцев до четырех лет погибли. Что решил суд? Из Юрианского района репортаж Елены Шарыгиной. На оглашение приговора не явились ни родственники, ни потерпевшие. Вердикт судьи Зинаида Казакова выслушала в окружении конвоя прокуроров и журналистов. Своего лица девушка не показывала то ли от стыда, то ли от камеры пряталась. На вопросы судьи реагировала безмолвными кивками. Подсудимую пожалел адвокат Александр Кокорин. Судья жалостью к нерадивой матери не проникся и назначил ей наказание в виде двухлетнего лишения свободы в колонии-поселении. А учитывая, что с 30 октября Зинаида Казакова находится под стражей, это время тоже зачтется. Поэтому на свободу она выйдет примерно через полтора года. Следившие за ходом судебного процесса посчитали приговор слишком мягким, ведь погибли четыре маленьких ребенка. Но все по закону, рассказал юрист. Суд не может дать максимальный срок, который предусмотрен в санкции статьи, которым, как я еще раз повторюсь, составляет три года. Поэтому я считаю, что исходя из нормы закона, наказание достаточное. И на мой уже личный взгляд, исходя из санкций, оно справедливое. Зинаида Казакова вину признала, со следствием сотрудничала. Вероятно, это и послужило смягчающим обстоятельством. 30 октября прошлого года она ушла выбивать к подруге, а четырех своих детей закрыла дома на замок. Малышам было от 8 месяцев до 4 лет. Оставшись без присмотра, мальчики подожгли зажигалкой вещи и квартира загорелась. Это выяснили следователи. Как и то, что мама ребят знала, что зажигалки лежат в открытом доступе. И ими старший мальчик уже интересовался. Когда начался пожар, малыши не смогли сами выйти из квартиры. Они задохнулись угарным газом. Признать виновное совершение преступления в предусмотре части 309-й в углу комплексной сегенерации. Значительное наказание в виде лишения свободы 42 года в колонии поселения. Казакова следует в колонии поселения под конвоем. Решение суда пока не вступило в законную силу. У Казакова есть еще время обжаловать приговор. О последствиях еще одного страшного пожара, где тоже погибли четверо детей, сегодня вспоминают в Кирове. Дом на Бородулино-38 сгорел ровно месяц назад. Мы связались с погорельцами и узнали, как сейчас у них обстоят дела. Напомню, в ночь на 19 февраля вспыхнул деревянный жилой дом на Бородулино-38. В огне погибли 5 человек, в том числе четверо детей. 13 человек эвакуировали без жилья, остались 3 семьи, в их числе Анастасия и Илья Бучневы. Глава семьи рассказал, что пока они ютятся у родителей, власти обещали им квартиру в маневренном фонде. Жилплощадь уже готовят для заселения. Погорельцы получили поддержку от властей по 5 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Однако это только те, кто был зарегистрирован на Бородулино-38. Сам Илья выплату не получил, так как не имел прописки в этом доме. Пьешь? Отдай машину государству. Водители, которые попались за рулем в нетрезвом виде и по чьей вине произошла авария, могут остаться без автомобилей. Их предлагают конфисковывать. За подобное наказание выступает Госсобрание Башкирии. Эффективна ли эта мера, сегодня выяснила моя коллега Зоя Попцова. Зоя, что там подробнее расскажи, предлагают башкирские депутаты. Депутаты Госсобрания Башкирии посчитали, что машина под управлением нетрезвого водителя может стать орудием преступления. И поэтому ее целесообразно конфисковать, чтобы вот такой водитель никому не навредил. Но лишать транспортного средства авторы законопроекта предлагают не всех, а лишь тех, кто попался либо второй раз нетрезвым за рулем, либо те, кто совершил ДТП с тяжелыми последствиями. И вот что на этот счет думают российские депутаты. Поэтому это не так все просто, как кажется нашим коллегам. Давайте будем конфисковывать автомобили. Ну, повторяю, что два контрразражения. Машина может стоить значительно меньше существующих уже штрафов сейчас, которые есть. Штраф я назвал там до 300 тысяч в рамках уголовного преследования. И в разной ситуации какие-то автомобили лично принадлежат виновникам, а какие-то абсолютно могут к нему никакого отношения не иметь. А избирательно применять закон, ну, это уж совсем никуда не годится. Поэтому я думаю, что вряд ли эта инициатива пройдет. Тут же авторы законопроекта и приводят статистику ГИБДД за прошлый год. Получается, что каждая десятая авария в России происходит с участием пьяного водителя. При этом растет и увеличение количества пьяных ДТП с погибшими детьми. Зоя, ну, после каждых выходных нам приходят пресс-релизы о том, что у нас происходят какие-то, ловят пьяных водителей постоянно. Что со статистикой в Кировской области? В Кировской области за этот год уже поймали 826 водителей, которые были с признаками алкогольного опьянения, причем 160 из них отказались от мета-свидетельствования. За прошедшие два месяца уже произошло 22 ДТП с пьяными водителями, 5 человек погибли и 27 получили травмы. За аналогичный период прошлого года были выявлены 959 водителей с признаками опьянения. Из них 672 управляли транспортом в состоянии опьянения, 200 отказались от экспертизы и 87 повторно сели за руль с признаками опьянения. Ну, получается, что статистика улучшается. Да, можно сказать, статистика радует. Но активисты Кировской общественной организации «Ночной патруль» говорят, что есть и те, кто попросту не попал в эту статистику. Например, им на горячую линию поступил звонок, а в это время пьяный водитель уже успел доехать до дома. К тому же, как считает активиста «Ночного патруля», возможный будущий закон может вызвать волну погонь за автовладельцами. Сергей Пичугин, активист «Ночного патруля» с новой инициативой не совсем согласен. Пусть отбирает машину, да, у тех, кто повторно попался, но те, кто попал в ДТП и машину свою разбил, то какой смысл у нее ее забирать? Я скептически отношусь к этой идее. Это не совсем действенно. Еще раз, уровень жизни населения страны нужно поднимать и повышать качество образования на всех этапах, уровнях и так далее. Вот это главный момент. Также, по мнению Сергея, штрафы, которые сейчас предусмотрены, оплачивают далеко не все водители. То есть, получается, автовладельцы попросту уходят от наказания. Давай послушаем, что говорят наши кировские автовладельцы по поводу нового законопроекта. С одной стороны, правильно, но это не с первого раза. Это нормально, я думаю. Не надо. Это ж его имущество, он ее покупал. Как и кто ее может отнять? Наверное, правильно. Почему так считаете? Ну, не надо пьяным ездить за рулем. Преступник сел за руль, получается. Да. А почему так считаете? Ибо нефиг, нафиг. Нечего пьяным ездить за рулем. Пашкирские депутаты отметили, что подобная практика конфискации авто применяется в таких странах, как Франция, Швейцария и даже Белоруссия. И поэтому законопроект свой они внесли на рассмотрение в нашу Государственную Думу. Ну, надеюсь, наши кировские водители задумаются. Спасибо, Зоя, за материал. Мы продолжаем. А вот те, кто заботится о своем здоровье и за руль пьяным точно не сядет, могут провериться. И для этого не нужно идти в поликлинику. Достаточно прогуляться по городу. В Кирове с сегодняшнего дня начинает работать мобильный комплекс здоровья. Он появится на трех площадках в городе. Как уточнили в правительстве, все желающие в таких медцентрах смогут проверить кровь на сахар и холестерин, проходимость артерий, работу сердца. Можно даже пройти тест на тревожность. По результатам обследования кировчане смогут получить консультацию специалиста Центра здоровья. Передвижной комплекс будет работать с сегодняшнего дня и до 9 апреля в Кочаровском парке, до 26 марта на Театральной площади и до 2 апреля на площадке у областной филармонии. При себе нужно иметь паспорт, медполис и маску. О высоком, красивом и личном в Киров приехал известный историк моды Александр Васильев. Он привез выставку эксклюзивных костюмов и вынес модный приговор нашей съемочной группе. Об этом не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. Каждая модница мечтает заглянуть в гардероб своего кумира. У кировчанок такая возможность появится уже завтра. Историк моды Александр Васильев привез в наш город выставку кино и мода. В экспозиции представлено больше 50 предметов гардероба советских знаменитостей. А сегодня искусствовед пообщался с журналистами. На встречу со стилистом отправилась Ульяна Ездакова и услышала из первых уст, как удается заполучить наряды звезд и что сейчас на пике моды. В зал пресс-конференции историк моды Александр Васильев зашел в приподнятом настроении. И сходу ошарашил в его коллекции нарядов звезд больше полумиллиона вещей. Часть из них в составе выставки кино и мода искусствовед привез в Киров. Платье с историей стилист начал собирать больше 40 лет назад. А первыми экземплярами коллекции звезд стали 23 платья актрисы Натальи Фатеевой. Однако знаменитости редко расстаются со своими вещами при жизни. Чаще всего наряды достаются коллекционеру после смерти фэшн-эпон. Для каждой актрисы и любое платье – это воспоминания ее успеха. Это ее премьера, это ее красная дорожка, это ее аплодисменты, это ее букеты, это ее фотографии, наконец. После краткого экскурса в историю на Александра Васильева посыпались вопросы журналистов. Обсудили пандемию, нижнее белье певицы Ольги Воронец и костюмы Ольги Бузовой. Как одеться красиво, недорого? Сходите в магазин Second Hand и найдите стильные вещи, потому что стильные вещи не обязательно должны иметь какой-то бренд. Брендомания – это не то, что нам необходимо. Получить эксклюзивные рекомендации по стилю от Метро – ну как не воспользоваться ситуацией? Без промедления Александр Васильев вынес мне свой модный приговор. Сейчас в моде бледно-желтые, серые, вот как вы оделись. Между нами это самые модные цвета вот на этой девушке этого сезона, но согласитесь, самые грустные и самые болезненные. Потому что они никогда никому не могут идти, но они в тренде. Так что я вас с точки зрения тренда вот так хвалю. Кстати, в числе 50 экспонатов выставки – вечерние наряды современных звезд. Сати Спиваковой, Леры Кудрявцевой, Натальи Водяновой, а также сценические платья кумиров советского времени. Людмилы Гурченко, Надежды Румянцевой, Светланы Светличной. Жемчужина коллекции – алое коктейльное платье из нейлона Клары Лучко. Метро называет его «Красная бомба». Один из экспонатов выставки – жаккардовое платье с атласной отделкой 1976 года. Было создано специально для актрисы Любови Полищук в фильме Марка Захарова «12 стульев». В нем она играла экстравагантную мадам Грицацуеву. В дополнение к нарядам – рарикетные аксессуары, сумочки, шляпки, украшения, а также обувь и косметика фэшн-икон 20-го столетия. Заглянуть в историю советской моды можно будет до 30 мая в выставочном зале Вятского художественного музея. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. 1 апреля в Кировской области начнут принимать заявление на зачисление ребенка в первый класс. Подать его можно в электронном виде на сайте госуслуг и лично в образовательном учреждении. С апреля прием заявлений начнется для детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в школы, а также для тех, кто живет на закрепленной школам территории. Прием заявлений начнется в 9 утра. С 11 часов будут принимать заявления в школы области. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется 6 июля. Кстати, если в школе, которую выбрали родители, свободных мест не окажется, можно обратиться в органы местного самоуправления. Там должны предоставить информацию о наличии свободных мест в ближайших школах и помочь устроить ребенка в первый класс. 360 миллионов рублей в год в среднем идет из федерального бюджета на кировские парки и скверы. И вот уже пятый год сами жители определяют, на что именно пойдут эти деньги. Скоро стартует очередное голосование, и каждый может стать не только его участником, но и волонтером, который поможет учесть голоса других. С подробностями Елена Чихомова. Кировчане сами могут выбирать, какой сквер или парк благоустроят, напоминает Александр Кокорин. Он стал волонтером 10 лет назад и до сих пор в деле. Вот, рассказывает скоро, жителей снова будут опрашивать, какие общественные территории они хотели бы благоустроить на следующий год. И для проведения этого опроса очень нужна помощь волонтеров. Сейчас будут набираться волонтеры. Регистрация заканчивается 22 марта. Волонтеры должны подать регистрацию на Добру.ру, потом в дальнейшем пройти обучение. И после этого, как они пройдут обучение, будут поставлены места, где они будут стоять работать, им будут выданы планшеты для того, чтобы объяснить людям, что можно зайти на этот сайт и проголосовать за ту среду, которую можно благоустроить. В этом году на единой платформе 43.городсреда.ру жителей спросят, какие парки и скверы нужно благоустроить в 2022 году в первую очередь. С 26 апреля там начнется опрос по всем муниципалитетам. Какой сквер или парк хотите улучшить? Решают по большинству голосов. Так, например, в прошлом году жители Кирова выбрали парки у филармонии и у цирка. Их в этом году преобразят. Только из федерального бюджета на такие работы направят 360 миллионов рублей. Скоро проголосуем на 2022 год. Для того, чтобы как можно больше охватить население и именно найти те объекты, в которых требуется благоустройство здесь и сейчас, именно для этого и проводится это голосование. Для того, чтобы выслушать мнение жителей, где они хотят, чтобы им сделали тротуар, либо где-то, чтобы сделали место для отдыха, ну, небольшой сквер или парк благоустроили уже непосредственно в 2022 году. Голосование будет доступно на сайте, но не все знают о нем и о самой программе. Вот волонтеры и помогут, чтобы голос каждого могли учесть. Стать добровольцем можно до понедельника. Может быть, с этого проекта для кого-то и начнется волонтерская работа. 11-летний Кировчанин спел дуэтом с Егором Кридом. Видео совместного выступления появилось в ленте «Инстаграм». Григорий Столбов стал звездой шоу «Музыкальная интуиция» на одном из федеральных каналов. В каждом выпуске программы 10 участников. Часть из них – профессиональные вокалисты. Гости проекта, популярные артисты, должны угадать, кто из участников хорошо поет, а кто нет. Григорию удалось дойти до финала, когда ведущий шоу попросил мальчика рассказать о себе, он ответил, что из Кирова хочет стать актером и много путешествовать. Ты не спадла, простись! Не а, не а! Твоя теперь другого! Твой дом не спешит забыл! И я не запоминал его! Я из города Кирова. Папа продал свой бизнес, вообще все продал, все, что мог. И чтобы я переехал в Москву, и чтобы я стал звездой. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. А если и вам есть чем поделиться с городом, присылайте ваше видео или новости по номеру телефона, который вы видите на экране. На сегодня все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго и до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Это самые настоящие эмоции маленьких горожан, как и роботы на этой выставке. Хорошая новость. По просьбе кировчан, выставка роботов из трансформеров и компьютерной игры Minecraft продлится до 11 апреля. Здесь персонажи из любимых фильмов и мультфильмов. Взять хотя бы Вали и его коллег. А еще Оптимус Прайм и Бамблби. В общем, полный отрыв от реальности, причем в буквальном смысле. На такой установке можно полетать в виртуальном пространстве. Дети довольны и даже их мамы под впечатлением. Выставка очень крутая и хорошая. Мне очень понравилось. Мне понравился вот железный человек. Он герой. Ну, первый раз решили вот зайти. И очень понравилось. Маленькие и добрые, огромные и устрашающие, но очень любимые железные персонажи игр и фильмов ждут кировчан на первом этаже ТРЦ «Джемол» до 11 апреля. ТРЦ «Джемол» до 11 апреля. ТРЦ «Джемол» до 11 апреля. ТРЦ «Джемол» до 11 апреля.